Мне пишут, что мало подписей под петицией. Не совсем так. Конечно, абсолютно недостаточно, но разберем результаты видео, где я привожу факты против Александра Чеплыгина. Вот первое. Фейк плаката партии «Реформ», опубликованный Чеплыгином, был? Был. Украинцев и Керсти Калиулайт Чеплыгин обзывал? Обзывал. Ссылка со столицы точкой Е часто ведет на его личный Фейсбук? Ведет. Врет ли он про отсутствие конкуренции на рынке Эстонии продуктов? Врет. Впрямую, в наглую. Или вот это видео про президента? Про малочисленность русских в списке награжденных врет? Врет и не краснеет. Вранье Чеплыгина доказано. А толпа же рвет и обзывает меня, невзирая на факты и мою правоту. Думаете, расстроился? Нет. Нет. Если не наберу эти подписи, значит, это никому не надо. И всех все устраивает. По поводу подписи. Какой-то анонимный доброход подал петицию в защиту Чеплыгина. Набрало, по-моему, 69 подписей. Вроде бы больше, чем у меня. Но это не так. Сравним. У меня 952 подписчика и на фейсбуке 308 друзей. Всего 1260 человек. У Чеплыгина 8000 подписчиков и на фейсбуке 5000 друзей. Плюс 130 тысяч читающих, выписывающих столицу. Это 143000 человек против меня. Но в итоге за меня 48 подписей из 1260, а за него 69 подписей из 143000 человек. Ну, я сейчас еще дам рекламку. Посмотрим, кто кого. Напоминает, очень напоминает историю с Навальным. Почему люди не хотят подписывать мою петицию. Вспомните, Навальный. Человека ни за что посадили. Сначала отравили, потом посадили. Сейчас он сидит. Публикация была «Дворец Путина». Помните, в России были волнения. У «Дворца Путина» 118 миллионов просмотров возмущения, а на митинг вышло 1 или 2 процента максимум. Эти 1-2 процента были поддавлены и раздавлены. В Эстонии же никто не давит. Но сделать даже простейшее действие для борьбы за правду – неужели так тяжело? Резюме. Кто из желающих изменить Эстонию к лучшему, не подписал петицию об отставке Александра Чаплыгина, подпишите, пожалуйста. Ссылка в описании. Надеюсь, после рекламы будет побольше подписей. Наберу я эти подписи или нет, в любом случае я тот, кого будет ненавидеть вся та толпа, которая аплодирует Чаплыгину и пишет мне жуткие гадости и мерзости в комментариях. Кто-то должен был сделать вот то, что я сделал – подать петицию. А не возмущаться в никуда и не писать какие-то комментарии на Фейсбуке, бороться в комментариях. Нет. То есть я это сделал. Уволят Чаплыгина или нет – все это забудется. Подлецы останутся подлецами, а стая русских националистов – дистанционных патриотов России – побежит дальше, по-прежнему гавкая на Эстонию и строча комменты мерзкие комменты мне. Эй, дистанционные патриоты Российской Федерации, «Может, вдохнете воздух Адыгея или Воронежа или Челябинска, где до сих пор туалеты типа дырка в землю?» «Ваша дистанционная любовь, она смешна. Забудьте, вы в Эстонии». Что с вами не так, я не знаю. Не хочу иметь общего с этой толпой ничего. К сожалению, русский язык, прекрасный язык, на котором были написаны все эти гадости в комментах, он общий. Не хочу быть таким русским. Стыдно. Итак, петиция против Александра Чеплогина в описании. Подпишите. Привет. Всем счастливо. Пока.